Добрый день! Сегодня расскажу вам, как в один из бухгалтерий осуществить регистрацию трудовой деятельности. Все мы знаем, что наш любимый драгоценный пенсионный фонд периодически присылает такие письма с просьбой предоставить данные СЗВТД, сведения о трудовой деятельности по сотрудникам до 2020 года. Они очень строго к этому относятся и, соответственно, все эти данные нужно предоставлять. Посмотрим, как это сделать в один из бухгалтерии. Нужно открыть зарплаты и кадры раздел и раздел электронной трудовой книжки. Соответственно, нажать кнопку создать и есть специальный документ, который называется, так и называется регистрация трудовой деятельности. Вы можете здесь выбрать организацию, нажать кнопочку данные до 2020 года, у вас появится галочка заполнять порциями по 100 сотрудников. Но если у вас мало сотрудников, можете нажать просто кнопку заполнить. Вот, соответственно, здесь у вас полностью все данные, которые были до 2020 года с датами мероприятий, когда был осуществлен прием, подразделение какое, на какую должность, каким приказом. Все это заполнится, вы можете его сохранить и, соответственно, все эти данные попадут в форму СЗВТД. Это достаточно простая процедура, я думаю, что все ее знают. Но возникает также потребность довнести какие-то данные по трудовой деятельности по какому-нибудь сотруднику. Давайте посмотрим, как это делается. Также открываем документ регистрации трудовой деятельности, также выбираем организацию. И здесь у нас, видите, нет никаких кнопок, но если нажать правую кнопку мышки, либо клавишу Insert, то у нас появится возможность выбрать вручную сотрудника, то есть по F4 проваливаемся. Вот, и, соответственно, давайте выберем Алексея Петровича Могова. Вот, соответственно, поставим ему какую-то дату в 2019 году, допустим, тоже в июне это было. И здесь вид нужно сделать установление присвоения. Вот, установление присвоения, это позволяет внести изменения, внести изменения в его квалификацию. Соответственно, здесь сведения подпишите присвоен, присвоен шестой разряд. Допустим, вот так. Ставится дата здесь, также какой-то там 19-й год, допустим, 20-е число и номер приказа. Каким приказом был присвоен разряд этому сотруднику. Вот, соответственно, соответственно, новые данные, которые вы внесли с помощью документа о регистрации трудовой деятельности, после того, как вы этот документ проведете, да, то есть они уже попадут в форму СЗВТД и Пенсионный фонд получит новые уточненные данные. Однако у нас есть ситуация, когда у нас уже отправлены какие-то данные в Пенсионный фонд и нам, допустим, нужно там что-то поменять. Как это сделать? Допустим, мы, для примера, возьмем, да, там, кадровый документ, вот, по тому же самому Мокову, и у него там, раньше стояла, допустим, галочка, да, там поставим им отразить трудовые книжки. Соответственно, данные отражены, и они ушли в Пенсионный фонд. Вот, и теперь нам нужно эти данные, которые в Пенсионном фонде уже находятся, изменить. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно также зайти в электронные трудовые книжки, нужно создать, опять же, документ регистрации трудовой деятельности, выбрать организацию Конфетпром и нажать кнопочку «Изменить». Соответственно, программа нам подхватит все изменения, которые были по этому сотруднику, вот, по Мокову, да, то есть вы можете выбрать конкретное, да, что вы хотите изменить. Выбираете, у вас попадает сюда эта информация двумя строчками. Первая строчка – это запись об отмене будет с датой отмены, а вторая строчка – это уточнение, то, которое новое, да, то есть новая действующая строчка по этой дате, так скажем. Допустим, у вас изменился просто приказ, там не один там, а, допустим, А1 стал. У вас там произошло какое-то переименование, вы хотите все эти данные переименовать, переназначить. Может также там должность изменить, уточнить ее, еще что-то сделать. Соответственно, после того, как вы проведете этот документ, то по сотруднику Мокову Алексею Петровичу в пенсионный фонд отправится в электронном виде. Две записи. Первая – это запись об отмене 25.06, и вторая – это запись, запись новая, да, там с уточняющими данными. Тоже так же нажимаете «Провести», и эти данные отправляются. Итак, для того, чтобы осуществить регистрацию трудовой деятельности, вы используете документ, который называется, так и называется, регистрация трудовой деятельности. Здесь вы выбираете организацию, и правой кнопкой мышки можете добавлять сотрудников, либо заполнить всеми данными по сотрудникам. Вот, соответственно, все данные до 2020 года, они попадают сюда. Соответственно, вы можете посмотреть, как именно они выгрузятся. Если вы хотите внести какие-то изменения в уже отправленные электронные данные, то есть кнопка «Изменить». Вот, если вы хотите довнести информацию о изменении квалификации, еще об каких-то изменениях в трудовой деятельности сотрудника, то нажимаете кнопку «Добавить», выбираете конкретного сотрудника, чтобы туда провалиться, там F4, устанавливаете дату и устанавливаете обязательно вид установления присвоения. Вот таким образом работает регистрация трудовой деятельности в 1С-бухгалтерии. Используйте эту возможность, общайтесь с пенсионным фондом в электронном виде, это быстрее, удобнее. И если у вас есть, соответственно, подписка ИТС и подключены необходимые сервисы, то это можно делать прямо из программы. Если у вас этой возможности нет, то обращайтесь в компанию Кутерлайн, мы с удовольствием вам все настроим для того, чтобы у вас работал именно электронный формат взаимодействия с пенсионным фондом и с другими государственными органами. Продолжение следует...